МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля Калужская, торжествуй и процветай, Славься жизнью новой, Древний наш Калужский край, Край наш родниковый, Серебром озер сверкай, Предрассветный синий, Наш родной Калужский край, Ты душа России. Калужский край, расположенный в историческом центре России, На протяжении долгих веков играл важную роль в истории нашей Родины. На Калужской земле происходили знаковые события, Которые были связаны с остановлением и развитием российской государственности, С борьбой за независимость нашего Отечества. Здесь были проявлены многие примеры мужества, стойкости, героизма, самопожертвования. Здесь формировались духовно-нравственные основы жизни нашего народа. В течение многих столетий Калужская земля была местом, Где неоднократно решалась судьба страны. Калужская земля была также своеобразным щитом, заслонявшим Россию и Москву от внешних и внутренних врагов. История земли Калужской уходит в далекое прошлое. Это земля интересного прошлого, родина космонавтики и первая в мире атомная электростанция. Это земли машиностроителей, приборы строителей, химиков, мастеров высоких урожаев, Животноводства, механизации и сельского хозяйства. Эта земля не раз разорялась стихийными бедствиями. В 1777 году была выделена самостоятельная Калужская губерния. 5 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР в составе РСФСР образовалась Калужская область. Наша библиотека располагает фондом краеведческой литературы, Которая посвящена различным направлениям жизни и деятельности нашей родной Калужской области. О некоторых из книг мы хотим вам сегодня рассказать. Калужская энциклопедия – это второе дополненное и переработанное издание. Вышло оно в издательстве научной литературы Бочкарёвой в 2005 году. Калужская энциклопедия – это наиболее полное отображение систематизированных фактов о жизни и деятельности людей, проживавших в нашей области, о жизни и деятельности людей, имена которых связаны с нашей Калужской областью, а также о наиболее значительных событиях, которые происходили в жизни нашей области и о жизни поселений, которые существуют на территории нашей области. «Паршин. Сокровищница Калужского края». Книга издана в Калуге в 2005 году. Эта книга – авторский проект Владислава Трефилова. Представляет собой художественный альбом, составленный из работ лучших художников Калужской области. Одновременно является посвященным истории родного края. Впервые история представляется периодом, охватывающим несколько тысячелетий, и вместе с тем издание остается сувенирным и презентативным альбомом, в котором иллюстрированная и содержательная сторона равноценны. Книга является первой попыткой показать историю нашего края в иллюстрированном виде. С глубокой древности истории представилась не только как наука, а еще и как муза, вид искусства. В книге «Воссоздана красота нашей земли», существующая в тысячелетней истории, первобытная историческая красота. В книге предоставлена фотоистория нашей области, начиная с Каменного века и заканчиваемая Великой Отечественной войной 1941-1945 год. У меня в руках «Земля Калужская» – это московское издательство «Советская Россия», выпущенное в 1977 году. Это цветной альбом, который знаком с прекрасной землей Калужской, ее природой, ее достопримечательностями, ее историческими памятниками. В фотоальбоме отражены многообразные стороны жизни нашей области. Говорится об основоположнике научной космонавтики Циолговском, первой в мире атомной электростанции, о мирном труде калужан, об их успехах в развитии социалистической экономики, науки и культуры. В годы Великой Отечественной войны «Калужская земля» была обильно полита кровью бойцов и командиров Красной Армии. Тяжелые испытания во время фашистской оккупации выпали на долю жителей и защитников Калужского края. «Берговская» и «Бессонов. Мы едины судьбой, со страной своей». Этот альбом, посвященный 240-летию образования Калужского наместничества, под редакцией кандидата политических наук Калугина, книга была издана в Калуге в 2016 году. Книга рассказывает историю учреждения Калужской губернии наместничества, провинциальный старорусский город Калуга, город-крепость, первое упоминание о котором относится к 1371 году. Бывший город, когда-то центром Калужского княжества Калужского уезда Калужской провинции, указан 24 августа 1776 года, последовавшим после посещения его Екатерины II, в 1775 году возвышается до уровня центра нового административно-территориальной единицы Российской империи. Впервые мы стали крупно-административно-территориальным образованием в составе Российской империи. Это было заслужено и необходимо. О том, как это было и что за этим последовало, и повествует данная книга. Книга «По зову сердца» – это история, факты, это события. Эта книга посвящена 75-летию образования Калужской области и была она выпущена в 2019 году. Появилась она благодаря идее генерала армии Владимира Ильича Исакова, уроженца села Воскресенское Кировского района, почетного жителя Калужской области. Ее основная задача – это знакомство с интересной и важной работой, проводимой в городских округах, в муниципальных образованиях Калужской области. Посвящена она воспитанию, патриотическому воспитанию молодежи, увековечению памяти наших воинов, павших при защите нашего Отечества. Книга собрана как бы по разделам, несколько разделов в этой книжке, но посвящена она всем муниципальным образованиям, а разделы у нее такие «Памяти павших». Это рассказ о мемориальных комплексах, братских могилах, обелисках, которые расположены на территории поселения и посвящены воинам Советской Армии, жителям тех районов, из которых они уходили на фронт и пали, освобождая нашу Родину. Страниться военной истории – это краткий рассказ о событиях Великой войны на территории своих поселений. Эхо прошедшей войны сохраним славные традиции, посвященные военно-патриотическому воспитанию молодежи. И последний раздел – это «Наша гордость», это о том, как проводится военно-патриотическая работа в поселениях области. Книга Владимира Скриткина «Генералы-уроженцы земли Калужской» вышла в издательстве «Калуга» в издательстве «Захарова» в 2016 году. В эту книгу «Генералы-уроженцы земли Калужской» вошло 113 биографий высших офицеров советских и российских вооруженных сил военно-морского флота, органов внутренних дел, родившихся на Калужской земле. В большинстве своем они участвовали в Первой мировой, гражданской, советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войнах. Многие из них внесли большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и борьбе с преступностью в настоящее время. Отдельный раздел посвящен нашим землякам-генералам дореволюционного периода. 113 генералов-уроженцев нашей области являются украшением и гордостью нашей родной земли. То, что небольшая по численности территория дала стране такую значительную когорту полководцев, в общем-то, не случайно. Калужская земля испокон веку рождает людей, способных в своем деле достичь самых высочайших вершин. Эта книга вышла к 120-летию, со дня рождения прославленного маршала, четырестного героя Советского Союза, героя Георгия Константиновича Жукова. И особенно важно, что это дает возможность всем интересующейся истории нашего Отечества узнать о жизни и подвигах наших земляков, увидеть перспективу участия генерала Калужан в извечной борьбе с врагами за независимость и свободу России. Субтитры создавал DimaTorzok